Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. И снова всем приветики, мои хорошие! Рада вас видеть на моем канале Захотеть похудеть. Сегодня специально по вашим просьбам предлагаю подборку рецептов блюд из курицы. Все рецепты очень простые в приготовлении блюда, диетические. Вы мне часто пишите, Лиль, не могу рецепт найти, дай ссылочку, не могу, потому что некоторые рецепты у меня входят не в меню на день, а в какие-то совместные видео. Иногда я там рассказываю, как прошел мой день, иногда даю какие-то советы и вставляю туда тот или иной рецепт. Так, чтобы ни у кого не было вот такой вот потери времени, когда вы сидите там ищите, перебираете плейлисты, я буду делать видео такого плана, где буду собирать самые мои любимые, самые вкусные рецепты, чтобы вы тоже могли вкусно кушать и худеть одновременно. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо, куриные колбаски. Нам понадобится всего два ингредиента. Это куриная грудка весом полкило. Из этого количества мяса у нас получится 4 колбаски. В готовом виде они будут весить чуть больше 100 грамм. Одно куриное яйцо, белок мы будем добавлять в фарш. И желток оставим для смазки. Также я буду брать пряности, мускатный орех, соль, фольга. Мы будем их запекать в фольге. И вот такую приправу. Она называется лимонный перец. Но если у вас такой приправы нет, то можно использовать дополнительно немного сушеного чесночка, немножко перчика и приправок, которые вы любите. Почему я выбираю именно эту приправу? Потому что в ней уже есть все ингредиенты, которые я обычно использую для приготовления куриных колбасок. Итак, что нам нужно будет сделать? Во-первых, мы отделим желток от белка. И мясо примерно вот такую вот часть, где-то около 100 грамм, мы оставим для того, чтобы нарезать кусочками. Остальную часть нужно будет перекрутить на мясорубке. К перекрученному мясу добавляем курочку, порезанную кусочками. Видите, вот такими вот небольшими кубиками. Затем я туда на кончике ножа положила мускатный орех и на кончике ножа приправу лимонный перец. Немного присолила. Добавляю 1 яичный белок и тщательно все перемешиваю. Ставим разогреваться духовку до 180 градусов. Этим временем отделяем 4 вот таких вот отрезка фольги примерно шириной 20 сантиметров. И будем формировать наши колбаски. Укладываем на серединку и потом заворачиваем как конфетки. Заранее в миске уже разделила порционно, сколько у меня будет колбасок. Одна часть у меня уже в фольге. Вот так вот укладываем, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны. И фарш на серединку. Формируем колбаску. Заворачиваем. Вот так вот. И края закручиваем. Или вот так вот сжимаем, чтобы получилась у нас вот такая вот, как шоколадная колбаска. У меня дочка всегда говорит, ты какие колбаски готовишь? Из курочки или шоколадные. И вот так вот. И затем укладываем в огнеупорную форму для запекания. Духовка моя разогрелась. Сейчас я убираю для запекания колбаски примерно на 35-40 минут. Повторяю, температура выпекания 180 градусов. Через 40 минут я достала колбаски из духовки. И сейчас оставляю остывать при комнатной температуре. Итак, девочки, колбаски остыли. Одну я уже открыла. И сейчас мы будем готовить наше блюдо на обед. Затем одну я оставлю в холодильнике. И две положу в морозилку. Открывать не нужно. Кладете в обычный целлофановый пакет и укладываете в морозилку. Итак, можно будет сегодня просто вот так вот. Или разогреть или в таком прохладном виде оставить. Добавить брокколи. Добавить гречневую кашу. И, собственно говоря, ваш обед готов. Но я немножко решила сделать поинтереснее. Поэтому у нас сегодня будет запеканка. Итак, что мы будем делать и сколько продуктов нам понадобится. Вес куриной колбасы у меня ровно 120 грамм. Затем я беру 20 грамм натертого сыра гауда. Можно брать любой, лишь бы жирность не превышала 30%. Один желток. Это желток, который остался от приготовления колбас. Затем семена кунжута. У меня на весах показало, что вот это количество равно 5 граммам. 100 грамм брокколи отваренной или приготовленной на пару. И 60 грамм гречневой каши. Что нам нужно будет сделать сейчас? К лакам укладываем гречневую кашу. Затем добавляем брокколи. Тоже так, чтобы было все равномерно. Нужна будет огнеупорная форма или силиконовая форма. В общем, такая посуда, в которой можно запекать еду в духовке. Так, уложили. Сейчас мы смажем колбаску желтком. Затем уложим сыр в оставшийся желточек. Вот так вот. У нас это будет основа заливки для запеканки. Перемешаем все. И распределим равномерно вокруг. Вот такая красота у нас получится. Даже еще до запекания в духовке выглядит очень красиво. И сейчас все равномерно посыпем семенами кунжута. Духовочку разогреваем на 200 градусов. Если есть у кого-то функция гриль, я буду готовить на гриле. То буквально 3 минутки, чтобы все, сырок растаял и колбаска позолотилась. И вот такая красота у меня получилась. Через 5 минут после запекания сыр расплавился. Аромат стоит просто потрясающий. И дополнение к нашей запеканке будет 1 кусочек весом 20 грамм цельнозернового хлеба и 250 миллилитров томатного сока. Полностью наш обед составляет 532 килокалории. Сейчас мы с вами приготовим куриные котлеты с грибами, которые будем запекать в духовке. Сегодня это будет мой ужин и на завтра это будет мой обед. Итак, у меня здесь около 300 грамм. Видите, такая большая куриная грудка. 2 шампиньончика, половина луковицы, 1 сырое яйцо, укроп и добавим немножечко соли. Итак, что нам нужно будет сделать? Курицу и луковицу я сейчас перекручу на мясорубке, а грибочки и укроп мелко нарежу. Фарш готов. Я его соединяю с мелко нарезанными грибами, укропом. Вбиваю и яйцо и немного присаливаю. Сейчас все это перемешиваем и будем формировать котлеты. Грибочки дадут сок и при запекании, таким образом, наши котлеты не будут сухими. Итак, после того, когда фарш полностью перемешан, смачиваем руки в холодной воде и формируем. Вот у меня из этого количества мяса, грибов и лука получилось 6 котлеток такого среднего размера. И 3 я буду есть сегодня и 3 оставлю на завтрак. В общем, я решила закрыть сверху еще фольгой, чтобы они не пригорели. В общем, время приготовления скажу позже. Ну, а там, конечно же, смотрите по своей духовке, потому что у кого-то она печет быстрее, у кого-то медленнее. Так что, ну, я думаю, где-то полчасика им будет достаточно. Котлеты мои запеклись немножко раньше, чем я предполагала. Температура запекания была у меня 200 градусов и запекались они 25 минут. Смотрите, какая так пахнут классно вообще. Кстати, если у кого нет силиконового коврика, можно запекать или вот просто в фольге, или же на бумаге для запекания. И вуаля! Вот такой вот сытный протеиновый ужин у меня сегодня будет. Как вы видите, 3 котлеты я буду есть сегодня и 3 оставила на завтра на обед. Потом здесь у меня одно фаршированное яйцо. Ну, девочки, фаршированное, это, конечно, громко сказано. Я просто достала желток, добавила туда чайную ложку йогурта, немного лимонного сока, немного соли и укроп. Все вот это перемешала и снова заполнила белки. И потом заварю, сейчас у меня чайник как раз закипает, вот такой вот состав трав для улучшения пищеварения. Попробуем, смотрите, покажу вам. То просите и показывай, как оно там, что выглядит. Вот такая вот котлетка, смотрите, с грибочками совсем. Все прожарилось, все прожарилось. Ой, попробую. Ммм, очень вкусно, нежные, нежные. Великолепные, девочки. В общем, рекомендую. Итак, девочки, тушу куриные ножки. Это будет наш обед на сегодня и на завтра. Сейчас кратко расскажу, как это все готовится. Рецепт очень простой. Берете куриные ножки, бедрышки, снимаете. Можно брать целую курицу. Снимаете кожицу и ставите вначале на режим жарко-мультиварку. Укладываете все, закрываете крышкой. Масло и воду не добавляете. Потом, когда курочка даст сок, укладываете лучок. Я сегодня положила репчатый и вот такой вот зелененький. Потом закрываете и на режиме жарко все это тушится полчасика. И получается вот как куриная тушенка. Но, в принципе, курица тушится в собственном соку и сок лука. Затем добавляю я два горошка душистого и два горошка черного. Один лавровый листик, укроп. Вот у меня, видите, стебли. И в конце добавлю свеженький укропчик. Вот и все, полчаса. Курочка готова. Засыпаем укропом. И можно подавать к столу. Наш обед сегодня составляет 442 килокалории. На тарелке у меня салат из 100 грамм краснокочанной капусты. Который заправлен одной чайной ложкой оливкового масла. И также я выжала сок из двух долек лимона. Немножечко присолила. Затем тушеная курочка. Общим весом у меня получилось чуть больше 200 грамм. 217 грамм. Но если убрать косточки, то мясо получится где-то грамм 150-160. Расчет калорийности был, естественно, без косточек. Конечно же, будет кусочек черного хлеба весом 20 грамм. И чашечка зеленого чая. Продолжение следует... Продолжение следует...